Приветствую всех, с вами Oldboy и сегодня я хотел бы поговорить о новом сборнике эквестерской истории, в данном случае 2016 года. Напомню, что до этого мы уже выпускали книжки в 2014 году и в году, соответственно, в предыдущем, 2015. То есть это уже, по сути, целая трилогия, над которой мы работаем уже, ну, по сути, те самые три года и вкладываем каждый-каждый раз огромное усилие в то, чтобы у нас получалась хорошая книга, в то, чтобы наши заказчики получали интересное, достойное и отлично выглядящие издание. Что можно сказать о новой книжке? В принципе, если вы когда-либо держали в руках эквестерской истории, то вы примерно уже знаете, чего можно ожидать. То есть это сборник рассказов, сборник фанфиков, как отечественных, так и переводных, в количестве, ну, обычно 14-15 штук. В данном случае у нас получилось 15 историй. Книжка довольно толстая, хотя на самом деле это всего лишь 404 страницы. Стоит учесть, почему? Издание у нас, по сути, идет, если к нему присмотреться, ну, если не премиальное, то, скажем так, достаточно дорого выглядящее. Это офсетная печать, это суперобложка, твердый переплет, естественно, как можно увидеть самим. И это, конечно же, мелованная матовая бумага. То есть, насколько я знаю, мы единственные, кто издаем на матовой мелованной бумаге в нашем сообществе. За счет этого получается просто превосходное качество иллюстрации. И очень четкий, очень отлично читаемый, собственно говоря, сам текст. Потому что мы печатаем не просто набор каких-то картиночек, собранных воедино, мы печатаем прежде всего истории, которые должны понравиться нашей аудитории, которые должны быть лучшим из лучшего, что есть у нас в нашем замечательном сообществе. Основное отличие, которое есть у этой книжки, о которой мы еще немножечко попозже поговорим, заключается вот в этом дополнении, по сути. Это артбук. Что такое артбук? Ну, наверняка вы когда-то держали в руках подобное издание. То есть, это некое художественное дополнение к основному произведению. Сериалу, фильму, книге, если она богата или иллюстрирована и так далее. В данном случае это артбук, который идет в комплекте с каждой книжкой, которую мы предлагаем вам приобрести. Внутри вы найдете истории создания иллюстрации, саму большую иллюстрацию, процесс поэтапный, как она создавалась, какие-то забракованные варианты, какие-то предварительные. Ну и маленькая вставочка текста присутствует в большинстве случаев, которая описывает, собственно говоря, что на иллюстрации в данный момент творится. Ну и, естественно, вся информация о том, кто это рисовал. Ссылочка, в данном случае, на Девиант Арт. Ну и название в фанфиках. Куда же без этого. Таких страничек здесь 15 штук. Я все их пока показывать не буду, потому что... Спойлеры, спойлеры. Потому что все-таки я заинтересован, чтобы брали эту книжку, этот артбук. Но кое-что я все-таки вам постараюсь показать. Возвращаясь к артбуку. Что здесь еще есть интересного? Основное отличие, еще одно от предыдущих сборников, в том, что на этот раз куда больше так называемых эксклюзивных переводов. Что такое эксклюзивный перевод? То есть был некий любопытный англоязычный фанфик, который не издавался никогда, пардон, не переводился никогда на русский язык. Мы его берем, говорим, ага, мы хотим его в нашу книжку. Набираем команду переводчиков, и они трудятся, чтобы, соответственно, порадовать вас результирующим итогом. Вот таких фанфиков в этом сборнике четыре. Никогда мы так много не брали именно чисто переводных работ, которые нигде вы больше не найдете. По крайней мере, на данный момент. Потому что жесткого запрета на самом деле на их публикации не существует. То есть эксклюзивность их такая, скажем, относительная. Тем не менее, если вы хотите раньше всех прочитать эти истории, то, соответственно, искать их стоит именно в этой конкретной книжечке. Как ее можно приобрести? Основная продажа будет на Pony Radio Pony 30 апреля. Приедет порядка 60 штук, которые можно будет приобрести по цене 500 рублей в комплекте с артбуком, в комплекте с замечательными открыточками, которые нам бесплатно готовят. И в комплекте, скорее всего, будет такой вот календарик на 2016 год, потому что на 2017 мы не успели подготовить. Нет у нас его. Вот такой занимательный комплект. Что я еще могу продемонстрировать? Ну, давайте все-таки качество печати постараюсь, чтобы ухватила его камера, чтобы вы увидели, что же у нас получилось. Титульные странички. Иллюстрация, например, к фанфику ты лучше. В данном случае, кстати, иллюстрация в классической манере карандашной, не цифровая, ну, может быть, кому-то понравится, кому-то нет. Мне лично понравилась эта иллюстрация при всех, как бы, ее специфичных специфичностях. Художники у нас собраны самые разные. Ну, все, по сути, из нашего российского сообщества. Получился такой, как бы, очередной парад достижений. Практически у каждого фанфика был свой иллюстратор. Там, по-моему, у двух только совпадает. Ну, там помогала девушка нам и всякими вензелями, всем прочим. И помогла в случае с иллюстрациями, когда надо было подменить, скажем так, человек. Вот. Ну, издание очень, естественно, красочное. Очень качественная печать, то, что касается самого непосредственно текста. Истории. Истории собраны разные. Истории собраны очень разные. Но за исключением может быть одно, в которых я ни капельки не сомневаюсь. То есть, это те истории, которые, как я считаю, должен прочесть, если не каждый броня. Но каждый броня, по крайней мере, который интересуется фанфикшеном, как отечественным, так и западным. Рассказ, насчет которого я сомневаюсь. Ну, скажем так, он предназначен для, может быть, чуть более взрослого аудитории. Мы стараемся брать один-два фанфика таких, немножко неоднозначных в каждое издание. Ну, почему? Потому что, чтобы знакомить аудиторию с чем-то, с чем она, может быть, иначе бы никогда и не познакомилась. В основном, конечно же, здесь, в сборнике, как работы, которые выбирали мы как составители, так и работы, за которые голосовали простые, ну, простые пользователи на табуне. То есть, то, что нравится сообществу и то, что нравится состоителям, там, в лице меня, Виспа, Табриса, ну, и тех, с кем мы еще консультировались. То есть, получилась такая, ну, не то, что сборная солянка, но некий книжный проект, который является подделенным срезом нашего общества, который предлагает познакомиться с необычными, интересными, региональными историями. В данный момент, в принципе, можно даже попытаться у меня заказать некие остатки, которые у меня есть, недозаказанные. Но это буквально десяток штук. То есть, я могу очень быстро сказать, извините, ребята, нет, приходите на Апуне радиокон, там покупайте. То есть, там будут допродаваться, по сути, те остатки, которые у меня будут, недозаказанные, которые я печатал, по сути, на свои собственные деньги. Обязательно должен, конечно же, раз зашла тема о денежках, сказать спасибо нашим замечательным томатным, практически, спонсорам, которые помогли нам насобирать денежек на нормальную печать, и чтобы, соответственно, для простых заказчиков это было не по 1000 рублей, не по 2000 рублей такие книги, а были книги по 500 рублей. Так что спасибо вам, ребята. Вы очень помогли. Конечно же, без вас мы бы не справились. На этом, я думаю, пока что все. Читайте хорошие фанфики. Если у вас завалялись денежки, приходите на Апуне радиокон, там приобретайте. Ну и повторюсь, порядка 10 копий я, в принципе, готов выделить для, скажем так, поздних заказчиков. Оптимально, чтобы, конечно, вы меня забрали самовызом где-то в Москве, можно договориться. Ну, либо, соответственно, по почте я отправлю там 150 рублей за доставку. Такие вот эквестерийские истории.